стоимость биткоина достигла одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч долларов всем привет вы на канале крипто комманс и пока на рынке царит флэт по сути для кого локальный флэт в районе 40 тысяч да мы не можем ни ниже уйти не выше подняться для кого глобальный флэт да это уровень 30-60 целом и то и другое правда у нас с вами сейчас не бычий не медвежий рынок в моменте но глобально у нас конечно же бычий рынок как вы можете видеть по биткоину но локально кто-то называет уже его медвежим хотя ребята на недельном таймфрейме технически у нас рынок бычий поскольку повышаются минимумы и повышаются максимумы но не на всех альткоинах давайте так есть альткоины которые не переписали второй пик да и выглядит сейчас вот так скажем уже по медвежи в сравнении с биткоином а есть альткоины из нить меня которые еще лучше переписали пик и собственно ходит хорошо к биткоину поэтому давайте ка посмотрим на них в том числе и я вам расскажу кое-какие важные вещи если вам нравится крипто контент не забудьте навалить лайков подписаться на канал если вы еще не подписаны и нажать на колокольчик мы погнали значит ребята те кто бывалые на рынке уже давно вы это все знаете я сейчас хочу обратиться к тем кто недавно и думать что он самый умный во первых нифига вы не самый умный обязательно вы будете сливать это классика и вообще если вы пришли на этот рынок просто готовьтесь к тому что вы будете сливать невозможно не сливать на этом рынке то есть когда вы входите в сделку это все равно 50 на 50 либо угадал либо нет и рынок пойдет либо вашу сторону либо против вас и вот если он пойдет против вас вы к этому готовы вообще какой у вас план то есть сливать они имеют все депо но сливать частично если вы торгуете вы будете не будете сливать вы только в том случае если вы ходлер и купили bitcoin по любой цене в принципе да что здесь что здесь в долгу если вы купили что здесь что даже здесь сейчас то в долгу я практически уверен что вы будете в плюсе но это называется инвестиция а мы здесь говорим с вами также про трейдинг про торговлю поэтому вы должны понимать что в принципе вы по-любому будет частично сливать то есть стоп лоссы ловить ликвидации ловить закрываться сами в минус то есть вам главное наладить такую схему чтобы вы зарабатывали больше чем теряете тогда ваш депозит будет идти скажем такими волнами но в целом наверх даже если иногда он будет вот так вот консолидироваться то в целом он будет идти наверх вот но это все общие слова красивые а по факту смотрите что мы видим xrp помните я вам говорил забытые альты начнут стрелять посмотрите xrp к биткоину что сегодня показывает какие хорошие импульсы вот у нас тут свеча объемов на бирже полоник зашла но это наверно не так правильно смотреть на полоникса потому что там уже очень маленькие объемы но я смотрю там потому что там очень хорошая история очень хорошая история посмотрите что творит xrp к к bitcoin он разминается он разминается перед пробоем наверх судя по всему глобальным причем потому что напоминаю что если вы отдалитесь конкретно посмотрите xrp на старой бирже к биткоину, то вы увидите, что он на самом деле на лоях, на дне своего накопительного канала. И недельная, извиняюсь, желтая точка на VMC Cypher, вот здесь, говорит о том, что мы явно будем выше, чем этот уровень. И вот сейчас мы походу туда и пойдем. Закрепимся на вот этом мувинге 200, экспоненциальном недельном, и потом пойдем выше. Это дисклеймер, естественно, не финансовый совет, но я что здесь вижу? Я вижу замедление продавца и, соответственно, потенциальную волну наверх. Вот. И это не только про XRP, я сейчас образно говорю. То есть, почему вообще мы смотрим альты к биткоину? Смотрите. Да потому что мы говорим с вами о долгосроке. Я говорю сейчас с теми, кто понимает, что такое долгосрок и кто понимает, что такое биткоин. То есть, в долгую биткоин у нас с вами, в принципе, очень сильно растет всегда. Поэтому наша цель накапливать биток. Даже если биток падает к доллару, то мы можем нарастить больше битка за это время. И смотрите, что я хочу сказать. Вот, например, XRP. Давайте допустим гипотетически, что XRP к биткоину сейчас сделают вот такую палку. Это что значит? Что он к доллару тоже будет расти? Скорее всего, да. Но в моменте они могут оба падать к доллару. Просто XRP упадет к доллару, скажем, на 1% или на 3%, а биткоин упадет на 30%, например. И даже на падающем рынке к доллару альты к битку становятся зеленые и начинают тузымунить. Особенно перепроданные альты. Еще раз говорю, не те альты, которые сейчас вот здесь. Всякие новые хайповые альты, типа там, я не знаю, там каких, Луны, там Авакса, там того же Матика или там Шиба. Ну, многие. Они либо здесь, либо вот здесь. То есть, их брать не надо. Даже BNB, по-моему, уже, на мой взгляд, очень высоко. Я говорю про альты, которые внизу уже откорректировались, у которых уже был медвежий рынок. В чем прикол вообще альтов к биткоину старых? Посмотрите, у них, они сейчас находятся на дне медвежьего рынка. То есть, есть, конечно, вероятность, что они еще чуть ниже сходят, но с каждым снижением она все уменьшается, понимаете, математическая вероятность. То есть, многие альты к биткоину сейчас выглядят на дне медвежьего рынка, потому что их все начинали лонговать вот здесь вот. Но в итоге что произошло? Биток начал тузымунить с 10 тысяч на 60 очень быстро. И альты к доллару как бы тоже росли, но к биткоину не успевали за ним расти, поэтому в итоге дальше дампились. Но мы здесь видели после желтой точки 19-го года в 20-м, 21-м уже сильные разворотные импульсы. Но там была шумиха с судом, опять их задампили. Короче, говорят не только про Ripple, говорим про в целом, про рынок. И понимаем такую вещь, что смотрите, биткоин в долгую у нас с вами находится в логарифмическом канале, постоянно растет. Это, я думаю, глупо отрицать. Где на дне этого канала было идеальное место для аккумуляции, на вершине этого канала для распродажи. На дне канала для аккумуляции, на вершине для распродажи. На дне канала для аккумуляции. И мы еще не дошли до вершины. Может ли это быть, что мы до нее не дойдем? Может, но вряд ли. Может ли быть, что мы сейчас дойдем до дна, как все боятся? Может, конечно. Но в таком случае мы будем иметь дело с более коротким медвежьим рынком. И потом, скорее всего, более коротким еще одним бычим. Это будет глобально все большой бычий рынок, но вот с такой дикой амплитудой и супер волатильной. Я не думаю, что мы сейчас дойдем до нижней границы канала. Потому что мы, на самом деле, в бычьем рынке, как я вам показал уже. Потому что у нас есть повышающиеся пики и минимумы. Тем более, опять же, посмотрите. Вот этот вот пик в 63 тысячи, по-моему, был выше по логарифмическому каналу, чем вот этот пик в 69. Потому что уже с учетом времени мы должны уже стоить дороже. То есть я вам напоминаю, что по модели Stock to Flow мы уже должны стоить 100 с чем-то тысяч. То есть мы сейчас очень сильно отстаем от этой модели. Поэтому, что я вам хочу сказать, что в долгую абсолютно очевидно, что биткоин растет и нужно накапливать биткоины. Но пока он падает, как можно накапливать биткоины? Можно его шортить. Можно в инверсной марже шортить его к доллару, да, на свой страх и риск, дисклеймер, не финансовый совет со стопами. Тем не менее, пока биткоин будет падать, вы можете всегда занять у биржи биткоина или продать свои и откупить его дешевле. И эту разницу заработать, да? Но вы никогда не знаете, где дно. Еще не знаем, где то дно. И когда оно наступит. Когда он развернется. А когда он разворачивается, он начинает очень брутальные пампы показывать. Сейчас, кстати, посмотрите. Недельные свечи Хайка Наши. Третья зеленая свеча. Обычно эти зеленые свечи не меняют цвет очень долго, когда мы в тренде. Как вот здесь. Поэтому смотрите. Даже если биткоин падает, ваша задача делать больше битка. Если вы, конечно, не голимый спекулянт, а биткоин-ходлер и понимаете, что надо складывать биткоины на холодный кошелечек, хранить их в долгосрок, потому что биткоин, ну, за то время, что я в крипте, он вырос уже в 200 раз. Прикиньте, в 200 раз. Как бы, ну, это пипец. А я не так давно в крипте, там, с 15-го года, скажем, вот отсюда. Вот. Поэтому смотрите. Как вы можете его шортить? Либо к доллару, либо вы можете его шортить к альтам. Почему я вам показываю перепроданные альты и говорю, что они на дне медвежьего рынка? Да потому что, вот посмотрите, тот же биткоин-кэш. Потому что это медицинский факт. Это очевидно, что он очень сильно перепродан. Пипец как перепродан. И у него вот тут уровни мы рисовали. Первые там ближайшие сопротивления, это вот. Ну, это совсем ни о чем. А дальше там поехали, там, 2, 3, 5 иксов, 10 иксов. То есть, в принципе, ему есть куда отскакивать и есть куда лететь. И не только биткоин-кэшу. И дэшу, и лайткоину, и всем-всем-всем. Так, собственно, что вы можете делать-то? Вы понимаете, что когда вы лонгуете альт к биткоину, допустим, вы лонгуете биткоин-кэш к биткоину сейчас, да? Вы на самом деле шортите биткоин к биткоин-кэшу. Вы это понимаете вообще, что вы когда что-либо лонгуете, вы другое шортите, то, к чему лонгуете. Например, если вы лонгуете биток к доллару, то вы шортите доллар к битку. Вырубаетесь? Поэтому смотрите, сейчас, на мой взгляд, очень крутая заходная ситуация по многим альтам к биткоину, чтобы именно заработать больше биткоина. То есть спекулянты, понятно, пускай идут, делают, что хотят, тезер там выводят, вопросов нет. Просто тезер, вы же видите, как он скамится в итоге. Тезер за, ну, USD вообще, доллар, он потерял за 100 лет, там, 99,9 в периоде своей покупной способности. А биткоин, соответственно, ее не потерял и набрал. Поэтому смотрите, есть маза реально наращивать больше битка. Лангуя, очень сильно недокупленные альты. И выходя, естественно, из них, как только они начнут отскакивать и тузымунить. Потому что, еще раз вам говорю, они начнут стрелять тогда, когда крупные шорты начнут закрываться. Вы понимаете, что это все крупный шорт сейчас работает? Вот он уже здесь начинал закрываться, и посмотрите, как мы улетели. Почти на 250%. И это только начало было. Сейчас крупные шорты начнут закрываться, другие крупные шорты начнут ликвидировать, и плюс розничные покупки, цена просто за тузымунит. Но ваша задача не пересиживать в этих альтах, а выходить из них в биток, ребята, и накапливать биток. Вот мой вам дисклеймер, не финансовый совет, если вы криптоэнтузиаст. А так, в целом, конечно, ситуация в мире сейчас очень нестабильная, обстановка накаляется. Но, как сказал товарищ Томас с канала Team Underground, что видео мы только что перевели на второй канал. Кстати, обязательно подпишитесь на наш второй канал и посмотрите, сейчас оно появится у вас сверху вот там. Нажмите на паузу и откройте его, посмотрите. Он сказал очень правильную вещь. Падение не начинается, когда все его ждут. А сейчас у нас по битку все ждут падение. Падение начинается, когда его никто не ждет, как вот здесь. Поэтому сейчас, скорее всего, начнется рост. Но, к сожалению, накаляется ситуация, обостряется. И если вдруг сейчас начнут кошмарить рынки, конечно, в краткосроке все может улететь в тар-тарары. Поэтому, если вы вообще осторожный человек и консервативный хотите подход, лучше выйти из всех маржинальных позиций и тупо ждать. Потому что, смотрите, ну в худшем сценарии, вот у нас с вами, как на коронодампе, отработал 200-й мувинг на недельку. В худшем сценарии, если будет Армагеддон, биток может задампиться куда-нибудь на 25 тысяч тенью. И тут же отскочить обратно. Я не говорю, что это будет, я говорю, что это может произойти. И на этот случай вы должны себя обезопасить. То, что я вам говорю, большую часть средств держать на холодном кошельке. Если вам нужно завтра покрывать кредиты или на жизнь, вы должны иметь подушку безопасности в кэше. Обязательно. И ту часть, которую вам комфортно ждать, потому что в рынке побеждает только тот, у кого есть время ждать. Сидеть в крипте и не дергаться на ходе. А трейды, ну смотрите сами. Я стою в лонгах, я думаю, что мы будем расти. Я думаю, что будет очень сильный шорт-сквиз и отскок, как минимум. А дальше, в принципе, я думаю, что мы пойдем еще выше, но это уже спекулятивно, будем смотреть, как говорится. Но я ни к чему не призываю. То есть вы просто слушайте, что я говорю, делайте свои выводы. Если у вас есть лишние деньги, пожалуйста, стойте в лонгах или в шортах. Но будьте готовы к тому, что вы их сольете. Это трейдинг. Это такая штука. Я же думаю, что сейчас будет очень сильный отскок. Вот по тому же дэшу я стою на 300 контрактов на Байбите, жду чего-то такого, буду тут плавно разгружаться. Добираю на спот вообще постоянно, когда появляется кэш. Я добираю на спот, кладу на холодный кошелечек и забываю про это. Но я могу себе это позволить. Я также и в кэш недавно выводил то, что мне нужно было. Я на последние деньги не торгую и не рекомендую никому так делать. Так что это вопрос таймфреймов, ребята. Очень важно, что на рынке побеждает сильнейший тот, у кого есть время ждать. А тот, кто жадный до времени, как сказал криптодедушка, не просто жадный до денег материально, а еще и до времени. Мне нужно сейчас, мне нужно быстро. Я вижу очень много таких в чате, в комментариях. Ребята, вы все просто все сольете. Это, ну, как бы я готов поставить на это. Это гадалки не ходи. Короче, я по медвежьи настроен на ваши депозиты. Кто вот так вот делает? По медвежьи настроен на депозиты шортистов. Причем не в плане медведей, а в плане именно шортистов. Потому что шорт, это же что? Это значит в короткую. В короткую можно и в лонг встать, понимаете? И в длинную можно в шорте висеть, если это перекупленный актив. Но вот это вот в короткую, быстро заработать, спекуляция, это до добра не доведет. Понятно, что мы все там скальпим, там туда-сюда. Короче, ребят, это я хотел этим видео вам сказать такую вещь, что не торопитесь, не забывайте вообще, кто вы есть. Мы здесь в долгую. Но, как говорится, надо соблюдать два правила. Не торопиться и не затягивать. Не затягивайте со входом в сделку, если увидите, что вот оно сейчас, да-да-да, происходит. Но и не торопитесь тоже. Может лучше выдохнуть и через день-два зайти, там даже по более высокой цене, уже получив подтверждение. Надеюсь, вас не запутал. Будьте готовы ко всему. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на второй канал. И торгуйте аккуратно. Всем профитролей. И напоминаю вам еще раз, что движение начинается там, где его никто не ждет. Все, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...